Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Смазанными они были потому, что в крупной бруклинской типографии сокеты Уиллэмэс, где печаталось множество журналов, столкнулись с проблемой. Бумага, на которой в несколько проходов печатались цветные изображения, реагировала на влажность воздуха. При избыточной влажности листы немного разбухали, увеличиваясь в размерах, а при низкой усыхали и сокращались. Поскольку цвета наносились последовательно в несколько проходов, печатникам никак не удавалось добиться цветового совмещения. Поэтому в 1902 году руководители типографии призвали на помощь знакомого инженера, Уолтера Тиммиса. Тиммис ознакомился с проблемой, но быстро понял, что его квалификации здесь недостаточно. Весной 1902 года он обратился в офис компании Buffalo Forge Company, которая занималась производством и установкой систем отопления и вентиляции. Решить непростую задачу поручили молодому, но подающему большие надежды выпускнику Корнеллского университета, 25-летнему Уиллису Карриеру. Первым делом Карриер попробовал реализовать идею Тиммиса, сконструировал вращающийся барабан, покрытый мешковиной, пропитанной насыщенным раствором хлорида кальция. Однако раствор, хотя и вытягивал влагу из воздуха, впрочем, не слишком эффективно, издавал неприятный запах и разбрызгивал частицы соли, что не годилось для типографии. Тогда Карриер решил опробовать собственную идею. У него уже имелся опыт проектировки обогревательных котлов, сушильных печей и другого отопительного оборудования. Поэтому за основу своей конструкции молодой инженер взял систему, которая была ему хорошо знакома, систему отопления. Однако вместо пара Карриер стал пропускать сквозь радиатор холодную воду, тщательно отчлеживая соотношение количества и температуры воды, количество и влажности воздуха, продуваемого вентилятором через радиатор. Используя не слишком точные таблицы бюро погоды, он пытался добиться того, чтобы воздух охлаждался ниже точки росы. И вот, к концу лета 1902 года конструкция была готова. Первый сезон она работала, используя для охлаждения холодную воду из артезианской скважины, а весной 1903 года в системе был установлен аммиачный холодильник. Так получилось, что типография стала первой в мире компанией, в производственном помещении которой поддерживался искусственный климат. В 1915 году Уиллис Карриер, успевший к тому времени стать руководителем Buffalo Forge, с группой коллег основал компанию Carrier Engineering Corporation, которая и сегодня остается ведущим мировым разработчиком и поставщиком климатических систем. 17 июля 1902 года человек впервые обрел власть над климатом. Изобретение инженера Уиллиса Карриера позже назвали кондиционером. Субтитры создавал DimaTorzok